Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». С вами пастор Нэнси Дюфрейн, и я очень рада, что мы проведем это время вместе. Обычно мы служим в нашей церкви. Но сейчас у нас появилась возможность приехать на мое ранчо в штате Колорадо, и мы захотели взять вас с собой. Мы так рады, что вы к нам присоединились. Здесь на ранчо у меня есть дом, а сижу я прямо перед маленьким однокомнатным домиком, который мой сын построил для меня, чтобы я могла уединяться, когда на ранчо гости. Мы подумали, что было бы приятно побывать здесь с вами и провести время в семейной обстановке. Пожалуйста, возьмите свою Библию, будем читать вместе. Если можете, скажите кому-то, что мы в эфире. Возможно, кто-то еще к нам присоединится. Откройте со мной, пожалуйста, Евреям 11 главу. Сегодня мы рассмотрим тему веры. Мало какие темы восторгают меня настолько, как тема веры. Я обожаю слушать о вере, учиться вере, потому что она так важна в жизни верующего. Именно верой мы ведем дела с Богом. Если мы не растем в вере, если мы не питаем свою веру, не применяем и не высвобождаем ее, наше сотрудничество с Богом будет ограничено. Евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно. Задумайтесь об этом. На английском, если прочитать только первую часть этой фразы, то получится, что без веры ничего невозможно. Более того, Богу не угодно, когда нет веры. Итак, мы прочитали, что без веры угодить Богу невозможно. Почему же Богу не угодно, когда у нас нет веры? Потому что Бог может двигаться только в ответ на веру. А Бог хочет двигаться для нас. Он хочет восполнять наши нужды. Он хочет вмешиваться в нашу жизнь. Он хочет проявлять себя. А Он может это делать только через веру. Потому что так говорит Его Слово. Это Его закон, это Его система. И Он не станет нарушать Своё Слово. Если же мы не применяем веру, Он не может двигаться для нас, а Он этого хочет. Поэтому Он недоволен, когда нет веры. Потому что без веры Он не может двигаться и действовать для нас. Он нас так сильно любит и хочет двигаться и действовать нам во благо. А недостаток веры мешает Ему это делать. Вера угодна Ему, потому что она открывает дверь для того, чтобы Он мог проявить Себя и действовать в нашей жизни так, как мы в том нуждаемся. Я глубоко дорожу темой веры, потому что именно вера открывает Богу доступ в нашу жизнь. Бог ничего не делает без приглашения. Чтобы родиться свыше, вы должны были пригласить Иисуса в Своё сердце. Бог знал, что вам нужно спасение. Но Он всё равно не мог восполнить эту нужду неспасённого человека, пока тот не пригласил его войти. Бог знает, что люди нуждаются в спасении, но всё равно не заталкивает никого в спасение. Людям нужно Его пригласить. И когда мы применяем свою веру, мы приглашаем Бога действовать в наших финансах, в нашем здоровье, в наших семьях, в нашем бизнесе, в наших домах. Вера даёт Богу разрешение действовать для нас. Вот почему вера настолько угодна Ему. Потому что без веры мы даже не можем вести дела с Богом. Мы не можем получить то, что у неба есть для нас. Вера приходит одним способом. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Так нам говорит Слово. Так часто люди молятся, чтобы Бог дал им веру. Вера не приходит через молитву. Когда мы питаемся Словом, вера приходит в наш дух. Она – производное Слово. Когда мы питаемся Словом, вера приходит в наши сердца. Но из-за того, что вера приходит от слышания, не допустите ошибку, думая, что вера и высвобождается через слышание. Вера приходит от слышания, но вера не высвобождается через слышание. Вера высвобождается через то, что мы говорим и то, что мы делаем. У нас может быть сердце полной веры, но если мы никогда не высвобождаем свою веру, она никогда не принесёт нам пользы. Потому нам так важно не только получить веру и питать свою веру, но также высвобождать веру. Потому что именно тогда мы увидим Божье движение в нашей жизни. Вера приходит от слышания, но вера не высвобождается через слышание. Она высвобождается, когда мы говорим и действуем по Слову. Говоря Слово, говоря согласно Слову, мы применяем веру, и Бог выходит навстречу вере. И когда мы действуем по Слову, Бог выходит навстречу этим действиям веры. Его сила выходит навстречу действиям веры. Если вы верите Богу о финансах, вы можете питаться Словом от Бога, что Он восполнит всякую нужду вашу. Но недостаточно просто верить в это. Нужно это говорить. И когда мы каждый день говорим, «Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом», когда мы говорим Слово, вера высвобождается, и Бог способен восполнить наши нужды. Мы сегодня рассмотрим несколько действий, связанных с верой. Во-первых, когда в вашем сердце есть вера, вам нужно ее высвободить. Это первое. После того, как вы получили в сердце веру через питание Словом, эту веру необходимо высвободить. Вот что такое верить. Когда вы верите Богу, вы высвобождаете свою веру. Высвободив же веру, вам нужно подвязаться добрым подвигом веры. Что это значит? Твердо стоять на своем. Потому что после высвобождения веры часто проходит какое-то время, прежде чем то, о чем вы верите, проявится. Итак, вот вы высвобождаете веру, и вот время проявления ответа. Что же вы будете делать в промежуточный период? Высвободив веру, нужно до проявления ответа подвязаться добрым подвигом веры, твердо стоять на своем. Что такое подвязаться добрым подвигом веры? Это значит не переставать высвобождать свою веру. Говорить слова, которые позволят Богу продолжить двигаться. Когда Дух Святой слышит слова веры, Он тут же начинает действовать и исполнять их для нас. Каждый день, когда мы говорим слова веры, Он исполняет те слова, которые слышит. Если же мы не высвобождаем веру, и Он не слышит от нас слова веры, тогда Ему нечего исполнять. Поэтому каждый день с момента высвобождения веры мы говорим, «Спасибо, Отец, что Твоя сила действует, чтобы восполнить мою нужду, будь то исцеление, или финансы, или благоволение, о чем бы вы ни стояли в вере». С того самого момента, как вы высвободили свою веру, и до проявления ответа говорите, «Спасибо, Отец, что Твоя сила работает, чтобы проявить мой ответ». Так поступая, вы высвобождаете веру. Поклонение и прославление – одни из способов высвобождения веры. Мы можем высвобождать веру, исповедуя слово. Мы можем высвобождать веру, поклоняясь и прославляя. Мы можем высвобождать веру, когда поем песни хвалы Богу. Нам нужно прилагать осознанные усилия каждый день, чтобы высвобождать веру. Доктор Лестер Саммерл, драгоценный муж Божий, который много лет был нашим пастором, говорил, «Вера должна возрождаться каждый день». То есть мы не можем жить только за счет веры, которую мы высвободили вчера. Нам нужно высвобождать веру каждый день, питать ее и высвобождать ее. Итак, помолившись и высвободив веру, чтобы Бог восполнил нашу нужду, мы затем продолжаем выражать и высвобождать свою веру, поклоняясь, прославляя и благодаря Богу за ответ, который в пути. С момента, когда вы в первый раз высвобождаете свою веру, до момента проявления ответа, враг активно действует против вашей веры. Он пытается вас поколебать, сдвинуть вас с того, о чем вы высвободили свою веру. И Он забрасывает ваш ум самыми разными обвинениями. Он обвиняет вас в том, что вашей веры недостаточно, в том, что ничего не исполнится. Он приводит вам на ум других людей, других христиан, которые не получили ответ. Это не имеет никакого отношения к вам и Богу. Итак, дьявол использует все, что только может. Он использует все возможные стратегии против вашего ума. Знаете, в уме веры нет. Вера в сердце. Поэтому не позвольте дьявольским обвинениям, атакующим ваш ум, заставить вас отбросить уверенность в вашей сердечной веры. Стоя на своем, ожидая проявления ответа, вам придется подвязаться добрым подвигом веры. Как? Говорите слово. Добрый подвиг веры, битва веры, это просто битва слов. Когда дьявол говорит, этого не будет, ответьте ему, это произойдет. Бог дал мне свое слово. Вот что такое подвязаться добрым подвигом веры. Библия называет это добрым подвигом. В английском доброй битвой веры. Почему доброй? Потому что это победная битва. Если вы не перестанете высвобождать свою веру в слово Божье, оно каждый раз преодолеет любое противостояние, любые угрозы, любые замыслы дьявола против вас. Поэтому это добрая битва веры. И заметьте, это не битва беспокойства. Вам нельзя беспокоиться. Как только вы высвободили свою веру, как только вы помолились и высвободили свою веру, чтобы Бог восполнил вашу нужду, в промежуток времени до проявления ответа вам нельзя волноваться, потому что так вы аннулируете свою веру. Беспокойство — прямая противоположность веры. Не подвязайтесь подвигам беспокойства. Возникнет ли соблазн беспокоиться? Конечно. Что же делать? Подвязаться добрым подвигам веры, отвечая этому беспокойству. Дьявол, я отказываюсь беспокоиться. Я отказываюсь волноваться. Бог действует для меня. Просто оставайтесь в потоке веры. И слова веры помогут вам сохранить мышление веры. Позвольте сказать, для жизни веры вам также нужны мысли веры. Вы не можете допускать мысли беспокойства и при этом рассчитывать на крепкую веру. Нам нужно питать веру, высвобождать веру, но также иметь мысли веры. А значит, не позволять своему уму предаваться мыслям, которые противоречат слову. Итак, вера подразумевает несколько действий. Вам нужно верить, то есть высвободить свою веру. Вам нужно твердо стоять на своем, подвязаться добрым подвигам веры. И нужно принимать. Когда сила приходит, ее нужно принять. Если мы беспокоимся или сомневаемся, мы не способны принять эту силу. Но когда сила приходит, нам нужно ее принять и благодарить за нее Бога. Далее, после того, как мы помолились, и наш ответ проявился, знайте, битва веры не закончена. Проявленный ответ — это еще не конец. Вере необходимо предпринять еще одно действие. И именно на нем я хотела бы сегодня поставить акцент. Вере нужно твердо держать то, что вы получили. Каждый раз, когда вы получаете что-то от Бога, дьявол старается у вас это украсть. Если вы получили исцеление, дьявол перейдет в контрнаступление против вашего тела в попытке заставить вас отказаться от веры, в попытке украсть у вас это исцеление. Например, у вас была боль в спине. Вы верили Богу, и эта боль начала уходить. И со временем вы осознали, что она ушла. Если вы просто расслабитесь и все пустите на самотек, ослабите свою веру, тогда через какое-то время, будь то вскоре, или через год-два, вы можете почувствовать, как к вам пытаются вернуться симптомы. Что это? Дьявол предпринимает контратаку. Он хочет украсть у вас все, что вы когда-либо получили от Бога. Если он не сумел помешать вам верить Богу о чем-то, он попытается украсть это у вас после получения. Он предпримет контратаки против вашей семьи, вашего брака, ваших финансов, вашего здоровья. И наше дело твердо держать то, что мы получили от Бога. Помню, много лет назад я проходила одно испытание. Мой ум находился под бомбардировкой. Вы замечали, что каждый раз, когда ваша жизнь под атакой, будь то в финансах или в браке, этому всегда сопутствует атака на ваш ум. Почему? Потому что дьяволу необходимо добиться, чтобы вы думали неправильно, чтобы вы выпустили из рук то, что Бог вам обеспечил. Но если вы мыслите правильно, дьявол не может вас обворовать. Именно поэтому дьявол атакует ум. Он обрушивает угрозы, разные мысли на ваш ум, потому что хочет, чтобы вы выпустили из рук Божью помощь, оставили свою веру, отпустили свой ответ от Бога. Итак, помню, мой ум находился под большой атакой, и это одна из стратегий дьявола. Это было лет тридцать назад. Я не так давно уверовала, у меня не было большого опыта. Помню, я встала посреди ночи, так как не могла нормально спать, отдых давался мне нелегко. И вот, посреди ночи я сидела в кресле на первом этаже и разговаривала с Богом. Мой муж проснулся и спустился ко мне. Я сказала, дорогой, возложи на меня руки и помолись, потому что мне хотелось какого-то облегчения посреди этой атаки на мой ум. Он возложил на меня руки, помолился и ушел. Когда он ушел, Дух Божий сказал мне кое-что. И это было обличение. Он сказал, если ты будешь верить всему, что тебе говорит дьявол, он украдет у тебя все, чем я когда-либо тебя благословлял. Слушайтесь, если ты будешь верить всему, что тебе говорит дьявол, он украдет у тебя все, чем я когда-либо тебя благословлял. Бог дал мне понять, твоя проблема не в том, что дьявол тебя атакует. Твоя проблема в том, что ты веришь тому, что он говорит. Это застало меня врасплох. Я подумала, вот тяна, я под атакой, и меня же еще и обличают. Ну, к счастью, Бог пытался мне помочь. Он дал мне понять, что проблема была не в том, что дьявол противостоял мне, а в том, что я верила ему, вынашивала его мысли, думала о его угрозах. Итак, всякий раз, когда вы получаете ответ от Бога, я гарантирую вам, дьявол переходит в контрнаступление и начинает угрожать вам, говоря, ты потеряешь дом, который Бог дал тебе, ты потеряешь эту работу, этот бизнес, который ты начал. Он предпринимает контратаки. Наше дело не верить ему. Нам нужно твердо держаться того, что говорит слово, держаться веры, чтобы дьявол не украл у нас то, чем Бог нас благословил. Я скажу так, сильная вера, библейская вера, заинтересована не только в том, чтобы получить ответ. Библейская вера также заинтересована в том, чтобы удержать все, что вы получили от Бога. Библейская вера не сдается дьяволу, не капитулирует перед дьяволом и его попытками обворовать вашу жизнь. Все, что вы получаете от Бога, дьявол хочет забрать из вашей жизни. Просто знайте это. И когда вы твердо держитесь, вы таким образом отказываетесь позволить дьяволу украсть то, что вы получили от Бога. Если вы получили от Бога исцеление или финансовое обеспечение, и внезапно то, что вы получили, как будто пошло на убыль, возможно, вы почувствовали, что к вам возвращается слабость или ощутили возвращение старых симптомов. В чем причина утечки? Что привело к видимому уменьшению того, что вы получили? Неспособность твердо держаться. Нам обязательно нужно держаться за то, чем Бог нас благословил. Когда мы получаем что-то от Бога, оно не сохраняется автоматически. От нас требуется твердо держать то, что мы получили. Откройте со мной, пожалуйста, Евреям 1.1. Здесь сказано, Бог, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. Сей, речь идет об Иисусе, будучи сиянием слабы и образ ипостаси Его, и, послушайте, держа все словом силы Своей, обратите внимание на эту фразу, Бог держит все словом силы Своей. Что Он держит? Ну, прямо перед этим говорится, что Он веки или миры сотворил. Бог не просто сотворил весь мир и ушел, оставив свое творение. Он держит Его словом силы Своей. Что это значит? Он твердо держит все, что Он сотворил. Он крепко держит все, чтобы оно было на должном месте и в исправном состоянии. Задумайтесь о Солнечной системе, которую Он создал. Только представьте, что было бы, если бы хотя бы одна планета сошла с правильной орбиты. Это привело бы к катастрофе Солнечной системы. Почему? Все продолжает работать. Потому что Бог не только все сотворил, но Слово силы Его продолжает держать все, что Он сотворил на Своем месте. Отсюда мы видим, как ведет себя Бог, как Он обращается с тем, что Он сотворил. Он постоянно присматривает за всем. Он крепко держит все, чтобы ничто не убывало, не уменьшалось, а оставалось в полной исправности. Именно это призвано делать наша вера. Когда мы получаем что-то от Бога, нам нужно крепко держать, удерживать то, что мы получили от Него. А делаем мы это, твердо держась за Слово. Многим из вас известно свидетельство Кеннета Хеггена. Я так часто ссылаюсь на Папу Хеггена, потому что Он наш духовный отец. Перед тем, как уйти на небо, Он многие годы был нашим духовным отцом. Мы столькому научились на опыте одержанных им побед, и я пересказываю некоторые из них, потому что они проливают свет на разные темы. Папа Хегген родился недоношенным, и из-за этого его сердце так и не развилось правильно, и органы грудной клетки были деформированы, у него была болезнь крови, все детство он был болезненным ребенком. Когда ему исполнилось 15, он уже был прикован к постели, и врачи говорили, что в его состоянии никто никогда не жил дольше 15 лет. Итак, когда ему исполнилось 15, он уже был прикован к постели, и именно в этой постели он родился свыше. 15-летний парень родился свыше, и его величайшим желанием было исцеление, и он начал питаться словом, он начал читать слово, и он наткнулся на Марка 11, 24. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Он начал пребывать в этом слове. Он жил этим стихом днями напролет, день за днем, пока это слово не сделалось частью его, и в течение 16 месяцев он питался словом, размышлял о слове, он начал говорить слово. Сокращая длинную историю, к концу этих 16 месяцев он был сверхъестественно поднят со смертного адра. Его сердце исцелилось, он был парализован, и паралич оставил его, он был исцелен от болезни крови, он был полностью поднят со смертного адра. Когда он исцелился, врачи не могли этого понять, потому что для его болезни не существовало никакого лечения, и они сказали, он поднялся силой воли, он просто отказался сдаваться и поднялся силой воли, но он осознавал, что Бог исцелил его. Он вернулся в школу и продолжил учиться, Но со временем, небольшое время спустя, начали возвращаться симптомы. Сердечные симптомы начали возвращаться, другие болезни, от которых он был исцелен, начали возвращаться в его тело. Выходя в город, он не выглядел здоровым, не выглядел крепким. И люди, шедшие ему навстречу, зная, что прежде он был прикован к постели, зная, что он какое-то время был при смерти, спрашивали его, «Как ты себя чувствуешь? Сердце не шалит?» И когда сердечные симптомы начали возвращаться, он отвечал, «Да, сердце опять пошаливает». И каждый раз, когда он это говорил, его сердце становилось слабее и слабее, и в какой-то момент он практически снова оказался прикованным к постели. Тогда он сказал Богу, «Бог, невозможно отрицать, что ты поднял меня со смертного адра. Но вот ко мне возвращаются сердечные симптомы». Его можно понять, он был новообращенным, никто не учил его об исцелении. Церковь, которую он посещал мальчиком, не проповедовала исцеление, не верила в божественное исцеление. Он верил совершенно самостоятельно и не знал, в чем была проблема. И он нашел стих, который я хочу вам прочитать. Первое Фессалоникийцам 5, 21. Прочитайте пожалуйста вместе со мной. «Все испытывайте хорошего держитесь». В английском твердо держите, то есть сильно схватите и не отпускайте. Представьте себе два ребенка. Вы когда-нибудь такое видели? У одного карапуза в руках игрушка, а другой тоже ее хочет. И тот первый ребенок держит игрушку изо всех сил. Именно так вам нужно вести себя с тем, что вы получили от Бога. Дьявол хочет украсть это у вас. Как же удержать это? Вы получаете веру через слышание Слова Божьего. И вам нужно продолжать слышать Слово Божье, чтобы питать свою веру и укреплять ее. Когда вы постоянно слышите Слово Божье снова и снова и снова, оно укрепляет вашу веру, и вы способны твердо держаться. Я научилась вот чему. Всякий раз, когда мы перестаем отстаивать свои позиции по Слову, это происходит из-за того, что мы перестаем слышать столько, сколько нам необходимо слышать. Получив свой ответ от Бога, ни в коем случае не переставайте слышать Слово. Нам нужно продолжать слышать, чтобы продолжать твердо держаться за то, что мы получили. И именно этому научился Папа Хегин. Он научился держаться одного исповедания и при контратаке не менять своих слов, не менять того, во что он верил, но продолжать говорить, «Я верю, что я исцелен». И благодаря этому сила исцеления смогла продолжить действовать в его теле, и атаки врага были остановлены. Знайте, Божьи благословения и блага для вашей жизни щедры и многочисленны, но дьявол хочет помешать вам их получить. Или же украсть полученное. Не дайте украсть ничего из того, что вы получили от Бога. Надеюсь, сегодняшнее учение вам помогло, послужило для вас наставлением и ободрением. Мы так рады, что вы были с нами на программе «Иисус целитель». До новых встреч. Бог доблагословит вас. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Субтитры создавал DimaTorzok